Приветствую вас! Давайте разбираться с тем, что вы написали. Во-первых, вы начинаете с того, что задаёте свой вопрос по поводу того, правильно ли вы поступили. Здесь сразу нужно сказать, что поступили вы так, как хотели, так как вам казалось правильно, поступили вы так, как поступили. И поступили ли вы правильно или поступили вы неправильно, судить на самом деле не нам. То есть вы поступили так, как поступили. Оценивать ваш поступок можно только в контексте того, что является для вас пользой и является для вас вредом. Мнение психологов, мнение экспертов всегда будет различаться на этот счёт. И здесь важно именно вам увидеть, чего вы хотите сами. То есть, если предположить, что для вас важнее какие-то отношения, любовь, может быть, хотя про любовь я ещё расскажу, то, конечно, нужно помириться. То есть, что поступили вы неправильно, здесь нужно извиниться и так далее. Если для вас важно счастье, ваш комфорт, комфорт ребёнка, неизвестность, свобода, отсутствие негативных факторов, влияющих на ваше самовосприятие, то есть то, как вы себя воспринимаете. В этом случае, конечно, то, что вы сделали, то, как вы поступили, было правильным. То есть вам необходимо сделать выбор, от чего вы отталкиваетесь при формировании своей модели поведения. И поскольку речь идёт о другом человеке, то можно сказать так, что исходить рекомендуется из потребности отдавать, а не потребности получать. То есть, можно сказать, что позитивно и полезно, это когда человек стремится отдавать что-то другому человеку. И когда человек не боится просить что-то у другого человека, то есть не боится просить то, что ему нужно, и тот, у кого просит, это даёт, даёт легко. Вот это правильно. Это наиболее ценно с точки зрения психологического комфорта человека. Поэтому ваше чувство, это желание именно получать. И установка, точка зрения, такая позиция, что вы сможете получить то, что хотите только от своего мужа, бывшего гражданского мужа. И всё. И больше ни от кого вы не сможете получить то, чего хотите. И подобная ограничивающая установка, она связана с тем, что вы себя недолюбливаете и обесцениваете. По каким-то другим внешним причинам, по каким-то другим причинам, не связанным, вероятно, с тем, что происходит у вас сейчас. То есть есть, например, некие обстоятельства, которые стимулировали вас на то, чтобы, например, будучи в гражданском браке, заводить детей. Ну, вообще соглашаться на гражданский брак. То есть, по сути, на такой вид отношений, который ни к чему не обязывает человека. То есть, ни вас, ни никого-либо. И для составления полной картины того, правильно ли вы поступили или нет. То есть, сделали ли вы свободный выбор и теперь боитесь, ну, боитесь того, что перестанете чувствовать защиту, например. Или сделали ли вы не свободный выбор и переживаете именно поэтому. То есть, вот подобные нюансы необходимо прояснить для того, чтобы лучше понимать природу вашей мобилии поведения. Итак, теперь я разберу ваш текст более подробно, чтобы уже предметно ответить на ваш вопрос. Дорогие эксперты, сложная ситуация с бывшим гражданским мужем пишите вы. Ну, понимаете, вот здесь идет сразу классическая такая ошибка, да, что гражданский муж... Здесь нужно понимать, что гражданский муж – это, по сути, эллюзия. Потому что муж отличается от всех других мужчин тем, что он связан. Он связан с обязательствами, ответственностью, желанием. Его можно назвать родственником, в отличие от гражданского мужа. И здесь возникает вопрос. Неужели вы считаете себя достойной того, чтобы быть гражданской женой? Вы можете сказать, ну, мой мужчина обещал, обещал, что женится на мне и так далее. Может быть. Но человека нужно судить по его поступкам. И вот если мы возьмем за аксиому то, что человека нужно судить по поступкам, давайте посмотрим, какие поступки совершал ваш бывший гражданский муж. Вы пишите. Мы уже неоднократно расходились по моей инициативе. Понимаете, здесь, вот в этом предложении, в этой части, есть одна смысловая ловушка. Хотел сказать, ошибка. Ловушка. Мы расходились, но по моей инициативе. То есть, получается, как бы, что вы несете ответственность здесь и за себя, и за него. То есть, вы берете ответственность за вас обоих. Либо вы на самом деле не берете ответственности ни за себя, ни за него. Но, говорите, что расставались по вашей инициативе. Ну, просто, чтобы вот сказать. В действительности, вы так не считаете. Правильно было бы написать, что я неоднократно расставалась со своим мужчиной, потому что меня не устраивали конкретные вещи. Это было бы справедливо. Но это и взятие на себя ответственности за то, что вы расставались. То есть, вы не желали терпеть общение с бывшей женой. Хотя, эта ситуация такая двоякая. То есть, ну, если человек общается с бывшей женой, это еще не значит, что это плохое. В конце концов, бывшая жена, это человек, ну, не чужой. И, тем более, если у них есть общий ребенок, то общаться они могут по поводу него. То есть, нужно увидеть, что вы усмотрели в общении с бывшей женой негативного для себя. Конкретно вы. Сокрывание от меня разных вещей сложный характер. Опять же, не совсем понятно, какие вещи от вас скрывались. По какой причине скрывались. Может быть, по причине того, что вы как раз таки не поймете эти вещи. Такое бывает. Может быть, тут есть еще какая-то причина. Но, тем не менее, закрытие разных вещей, это очень субъективное восприятие. То есть, человек, быть может, сам стыдится каких-то моментов. Человек, может быть, сам не принимает в себе какие-то элементы. И не очень понятно, насколько вы здесь разобрались с тем, что именно скрывается, почему скрывается и какое отношение человека к тому, что он скрывает. Если он чего-то стыдится и прячет это от вас, но все равно продолжает делать, да, это плохо. Это поначалу, что нет доверия между вами. Во всех остальных случаях требуется понимание и поддержка. Другое дело, готовы ли вы ее дать. И что касается характера сложного. Ну, здесь, опять же, не совсем понятно, потому что... Смотрите, вашему ребенку 4 года. Я полагаю, что минимум 4 года этого человека вы знаете, возможно, больше. И вы хотите сказать, что вы были не в курсе того, что у него сложный характер? Вы хотите сказать, что были не в курсе того, что у него не самый простой характер? Но вы же его принимали. Вы же его любите. Любовь, любовь означает принятие. Вот вы говорите, что я люблю его. Любовь означает принятие. А вы не можете простить ему, ему вещей, которые он делал. Поэтому все эти вещи, которые вы называете, они требуют дополнительного обсудения. Чтобы у вас чувства не боролись с разумом. Понимаете? Уже сейчас, на данный момент, можно однозначно сказать, что если для вас подобные проявления являются чем-то негативным, это ваш выбор. И конфликт ваш означает, что вы обесцениваете свой выбор, считаете его неверным. Надо бы понять, чем обусловлено сомнение в правильности вашего выбора. Так, меня не утраивали некоторые вещи и каждый раз мирились. Но, понимаете, вот опять, каждый раз мирились. Вот это... Непонятно, кто это мы. Кто мирился? Я мирился, можно сказать. Вы говорите, моя любовь была сильнее обид. Возможно. Но если ваша любовь была сильнее обид, то как вы могли мириться? Оба. Получается, что вы одна мирились. Мирилась. Вы одна мирилась с ним. И вы одна как бы шли на компромисс какой-то. А не он. Он лишь только принимал ваше поведение. Получается так. Но здесь опять, вы берете ответственность как бы на себя за двоих. А это не то, что является конструктивным, потому что, ну, нужно признавать выбор свой и признавать выбор другого человека. Если вы не делаете этого, то возникает всякого рода трудности, непонимания, конфликты, противоречия и так далее. На сегодняшний день, пишите вы, мы не вместе уже полгода. Последней каплей было сообщение от его бывшей жены, что он якобы не живет со мной и у него никого нет. Хотя мы были вместе, плюс у нас ребенок 4 года. Я понимаю. Я понимаю. Я понимаю. Это обесценивание вас. Прямое, открытое, незавуалированное обесценивание. Но. Но. Во-первых. Вы как-то узнали об этом сообщении. То есть, вполне вероятно, что у вас к мужу тоже нет доверия. Ну, или к мужчине. Давайте будем называть его так. У вас нет доверия, что вы проверяете его сообщение. Это означает, что он для вас тоже далеко не самый близкий человек. Ну, с позиции восприятия, с позиции эмоциональной. То есть, да, он отец ребенка, да, вы его любите, но это не самый близкий человек. Потому что вы ему, видимо, не доверяете. Вот. Это первое. Второе. Его сообщение могло быть чем-то продиктовано. То есть, например, вашими отношениями, вашим поведением, его желаниями какими-то и так далее. Ну, и с учетом того, что до этого вас не устраивало, что у него есть общение с бывшей женой. С учетом этого можно предположить, что общение, если оно есть, оно продолжится. Особенно, если вы были инициатором примирения. То есть, не мужчина что-то понимал, не мужчина что-то сознавал, не мужчина что-то в себе менял, а вы. И тем самым, влияя негативно на его стремление, ну, вносить какие-то изменения и корректировки в свою жизнь. То есть, здесь вы как будто бы не ожидали того, что он продолжит общаться со своей бывшей женой. Которая для него явно имеет какое-то значение. Серьезно. То есть, вы не рассчитывали на негатив. Вы не рассчитывали на неудачу. И у меня здесь один вопрос. Почему? Почему? Почему вы не рассчитывали на неудачу и не рассматривали этот вариант? Дальше. Ребенок наш тоже стал негодить его в последнее время. Ну, это может быть связано с тем, что он не видит с вами будущее. Это может быть связано с тем, что вы вообще для него средство просто. Средство от переживаний по поводу отношений из первого брака. Как вы вот пишите, да, что он почти все свободное время проводил с ребенком от первого брака, не предупреждая меня об этом. Просто стоял перед фактом. Вот. С другой стороны, здесь может быть и избегание мужчины. Но в таком случае, если это избегание, это говорит о том, что человек не готов брать ответственность на себя, за вас обоих. То есть за вас и за ребенка вашего. Здесь возникает вопрос, а нужен ли вам такой мужчина? Если да, то для чего? Что вы пытаетесь, что вы хотите с ним реализовать? Понимаете? Когда я ушла, он не приезжал к нашему сыну, объясняя это тем, что тяжело видеть нас, но деньги давал с трудом, объясняя тем, что раз я ушла сама, то и нечего тогда просить денег. Это довольно эгоистичная позиция, и кроме того, я бы сказал, что здесь вы опять же повели себя несколько странно, как будто принижая свой выбор, потому что вы могли бы подать на алименты и, например, суд обязал бы мужчину платить алименты. И не важно, ушли вы сами или нет. Вы в любом случае имеете право на алименты, а ребенок в любом случае имеет право на материальную помощь со стороны отца. Вот. И то, что вы допустили, допустили ситуацию, в которой мужчина с трудом давал деньги, то есть как бы нежелательно, ну без желания это делал, да, как-то пытался избежать, говорит о том, что вы себя недооцениваете. Опять же. И именно вот это вот недооценивание себя, оно проявляется в том, что когда мужчина приехал на ваш день рождения, поздравил и предложил мириться. Вы хоть и любите его, но не смогли простить всех вещей. А ведь любовь это принятие. Еще раз повторю. Любовь это принятие, это принятие того, что человек сделал не так. Так понимание того, что человек, в общем-то, хотел как лучше. Просто он по-другому не может. Но здесь вы видите, эээ, вы видите эгоизм. Здесь вы видите принижение себя. Здесь вы видите, что вас просто-напросто отставляют на второе, а то и третье место. И вам это, естественно, не нравится. Понимаете? Мужчина, заметьте, вместо того, чтобы понять это, вместо того, чтобы что-то поменять, вместо того, чтобы пообещать вам за ничего больше не будет, он обиделся и ушел. То есть сделал вид, что это вовсе не его ответственность. Это не его проблема, это не его беда. Хотя 50% вашего конфликта по-любому его. Но он не желает брать ответственность. И вопрос в том, почему. Либо вы сами тем, что берете на себя всю долю ответственности, отучили человека от этого. Либо он изначально не хотел брать ответственность, и вы его таким принимали. До поры до времени. Так или иначе, отношения в подобном ключе, если бы они продолжались дальше, они бы ни к чему не привились. Ну, то есть мужчина по-прежнему бы что-то от вас скрывал, по-прежнему общался бы с бывшей женой. Кстати, вот почему последняя капля, которая вот была, да, что у него никого нет, что он с вами не живет и прочее. Почему вы об этом забыли вот сейчас? Вы говорите, что у вас газа в голове, чувства борются с разумом. Вот. Почему? Вы как будто бы забыли о том, что мужчины-то по сути вас не воспринимают. Серьез. Вы как будто бы забыли, что мужчина, по сути, он делает вид, что вас нет. Для него вы с ребенком не существуете. Вы как будто бы забыли об этом. И на это есть причины. Эти причины ваше желание. То, чего вы хотите. Потребность получать. И это не любовь. Понимаете? Это не любовь. По крайней мере, это не чистая любовь. Это не та любовь, которая может приносить наслаждение, удовольствие, счастье. Это такая потребность в человеке, которую люди называют любовью. Но в действительности это потребность получать. Получать только от него. От этого мужчины. Понимаете? И вам нужно отделить. Вот если вы не будете и хотите от него получать того, что вы сейчас хотите. Вам человек нужен будет? Думается мне, что, скорее всего, нет. Потому что вы знаете, как он к вам относится. Вы знаете в глубине души, какой он. Вы знаете, как он вас воспринимает. И вы видите, как он относится к вашему ребенку. А это значит, что если вы отделите, отграничите то, что вы хотите от него получать для себя. И то, что вы хотите ему отдавать. То вы увидите, что любви-то никакой нет. То, что вы делаете, это правильно. А сомневаться вас заставляет только страх. Страх перед неопределенностью в дальнейшем. Страх перед отсутствием поддержки со стороны мужчины. Страх, например, одиночества, потребность в любви, может быть, и так далее. Но все это является уже вашими проблемами. Вашими системными проблемами. Которые именно вам нужно решать. И не за счет этого мужчины. А за счет работы над собой. За счет изменения отношения к этим вещам. За счет корректировки поведения. За счет снятия запретов. Которые обусловили и сделали возможным. Такую ситуацию, в которой вы сейчас оказались. Понимаете? То, что вы не смогли простить его. Это, опять же, правильно. Потому что, с одной стороны, такие вещи нельзя прощать. Просто так. С другой стороны, если бы мужчина показал, что он готов меняться. Но этого не произошло. Человек очевидно считает, что вы ждете его и в любой момент готовы принять. Подобные отношения являются потребительским. И вы рискуете в этих отношениях потерять вообще какое-либо право голоса. Какую-либо ценность. Какое-либо место. И не только вы, но и ваш ребенок. Который мужчине также не нужен. Поэтому, думаю и сомнеться, если вы разберете свои потребностные сферы. И увидите, чего именно вы хотите, что вам не хватает. Чего вы боитесь. В чем вы чувствуете себя не свободны. И, что вы считаете, этот мужчина, только этот мужчина может вам дать. Если вы с этим разберетесь, то вы сможете перестать быть в конфликте со своими чувствами и головой. Потому, что в этом случае у вас будет единая линия поведения, которая либо будет принимать человека, либо нет. Ну, вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. И что нужно сделать сейчас, если вы, например, не собираетесь консультироваться с психологом дальше по своей проблеме. Сейчас нужно, во-первых, принять тот факт, что если вы человека не просили, значит, это того не стоило. Если вы человека не просили, значит, для вас это важно. Это первое. И второе. Чувства, они нацелены на вас в данном случае, а не на себя. Потому, что вы знаете, что мужчина с вами не счастлив. И его тяготите вы и ваш ребенок. Отсутствие счастья у человека и отсутствие вашего стремления делать его счастливым, так как хочется ему, говорит об отсутствии же наличия любви. Но говорит о наличии попредственности. Поэтому с человеком вам стоит расстаться. Обязательно подать на алименты. И далее прислушиваться к себе, к своим желаниям и стремиться к их удовлетворению. Не бояться их реализовывать, не бояться их показывать, не бояться их демонстрировать. Не бояться их осуществлять. Вот это то, что вам нужно делать здесь и сейчас. Ну и естественно я бы сказал, что можно будет работать над вашей самооценкой. То есть почему вы были согласны на гражданский брак. И почему вы собственно рассматриваете вариант прощения у человека. Рассматриваете вариант продолжения отношений с ним. Если он в общем-то даже не обещал вам, что перестанет взаимодействовать со своей женой. И вообще не обещал вам меняться. То есть эти вещи, которые вас не устраивают, они остаются. Понимаете, они никуда не деваются. Это значит, что конфликты, которые вас были, они будут продолжаться и дальше. Потому что проблема не решена. И вот тут момент. Либо вы воспринимаете отношения как конфликтные, как проблемные любые отношения. И считаете, что в отношениях к человеку должно быть плохо, он должен страдать. Это одно. Либо вы настолько нуждаетесь в человеке, что забываете о неразрешенных проблемах. Это другое. В первом случае работа с проблемной сферой. Во втором случае работа с неверными установками. Я думаю, на этом можно закончить. Какие-то рекомендации я дал вам сейчас. Например, вычислять самооценку нужно путем заботы о себе. То есть поставьте себе цель, что отменим все, что я делаю, я делаю для себя и для ребенка. Я не буду делать ничего, что может навредить мне или навредить ребенку. Вот. И действуйте только исходя из данного постулата. Вы увидите, насколько изменится ваша жизнь. Далее. Свои желания. То есть то, чего я хочу. Эти желания необходимо себе разрешить. То есть не нужно прийти, их нужно принять. Их не нужно стыдиться, потому что они естественны. Но их нужно реализовывать так, чтобы не было вреда от этой реализации ни вам, ни кому-либо другому. А пока от реализации страдаете как минимум вы и ваш ребенок. Про мужчину не знаю. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Отлично. Отлично. Бог.